Стамбул принято хвалить По факту мы поселились в Мегранском районе, где дома обнесены колючей проволокой Мне уже кажется, что это видео, которым я буду гордиться Расскажу, почему мы выбрали именно эти апартаменты Стамбул принято хвалить Старинный, величественный, колоритный и очень красивый По крайней мере, именно так этот город описывали все мои знакомые, кому посчастливилось побывать в Стамбуле Мы же отдыхали в Бодруме и изначально планировали из Бодрума сразу лететь домой Но так как прямого рейса Бодрум-Нью-Йорк не существует, нам бы все равно пришлось сделать пересадку в Стамбуле А раз так, то почему бы не остаться в городе хотя бы на пару дней? Так, думали мы и организовали наше путешествие таким образом, чтобы последние дни отпуска провести в Стамбуле Мы арендовали квартиру в 15 минутах от нового аэропорта в пригороде Стамбула Но по факту мы поселились в Мегранском районе, где дома обнесены колючей проволокой Мне уже кажется, что это видео, которым я буду гордиться, потому что я покажу вам не только центр города и основные достопримечательности, как это делают обычно во влогах о Стамбуле Но и покажу вам менее благополучные районы, что так же интересно и что обычно не показывают в таких видео В общем, давайте по порядку. Меня зовут Гюльнара и это видео о Стамбуле У нас не было много времени на изучение города и по сути у нас однодневный маршрут Скажу больше, я даже не планировала снимать это видео, потому что, во-первых, мы и так устали, уже присытились впечатлениями И я понимала, что все равно не успею все подробно рассмотреть Но когда я увидела колоритный район, в котором мы поселились, я поняла, что я не имею права его не снять и не показать вам Также кому-то может быть интересна тема аренда жилья поближе к новому аэропорту В общем, в этом видео я проведу вам рум-тур по нашей арендуме квартиры, расскажу, почему мы выбрали именно эти апартаменты И покажу вам нашу прогулку по Стамбулу Выводы и впечатления о городе будут в конце видео А с вас лайк и комментарий, погнали! Изначально мы хотели поселиться где-то в центре Стамбула, чтобы было удобнее гулять и ближе к достопримечательностям Но у нас был ранний рейс в Нью-Йорк в 8 часов утра В аэропорту нужно было быть за 3 часа, то есть в 5 утра А это значит, что выходить из дома в 3 часа ночи И это, по сути, вообще не ложиться спать и не отдохнуть перед дорогой Поэтому мы поселились ближе к аэропорту На Airbnb мы нашли такой классный вариант Это квартира в 15 минутах езды от аэропорта Я не думаю, что это такое. Нет проблем. Но у других детей, по-другому, это 2 детей Теперь о районе, в котором мы сняли эту квартиру. Арнавут Кёй – это город и район в провинции Стамбула. Именно в этом районе находится новый большой аэропорт. Если забить в гугл Арнавут Кёй, то вы увидите вот такие яркие и красочные картинки. Рай на земле, не правда же? Кстати, Арнавут Кёй внесен в 40 лучших кварталов мира по данным издания для путешественников Time Out. Ну что, уже впечатлены? Лично мне уже не терпится провести вам экскурсию. Да, конечно, это всего лишь квартал, это не весь район. В самом центре, безусловно, красиво и ярко. Но вот о таком Арнавут Кёй мало кто слышал, потому что туристы туда точно не придут погулять. Ещё мы обратили внимание, что это не совсем турецкий район. Большинство вывесок на арабском и речь на улицах не на турецком языке, который я немного понимаю. Я так и не нашла информацию об этнической составляющей этого квартала, кто это были. В Стамбуле зарегистрировано около полумиллиона сирийских беженцев, а по некоторым источникам неофициально их в три раза больше. У нас было слишком мало времени, чтобы знакомиться с местными и выяснять, да и они как-то были не очень разговорчивы с нами. Если вы живёте в Стамбуле и знаете что-то об этом квартале, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И давайте же перейдём к самому Стамбулу. Стамбул風, старый клет... Стамбулу в Казахстан... Стамбулу в Казахстан... Стамбулу в П��чане... СтамбулуAST Б aggress Proni... Стандартную прогулку в Стамбуле мы начали с самого сердца города – площади Султан Ахмед. В этом квартале расположены основные архитектурные сооружения разных эпох. В целом, однодневный маршрут можно построить таким образом – мечеть Айя-София, Голубая мечеть, дворец Тапкапы и Гранд Базар. Все эти объекты находятся недалеко друг от друга, вполне можно пройтись пешком. И по дороге можно увидеть старый город, насладиться атмосферой Стамбула. Мы не ставили цель все подробно рассмотреть, скорее просто погулять и ощутить вайбы этого города. Продолжение следует... Всящущая кухня. Любовь меня на трансмиссию. У каждого места стояли десять лет. Драждание минимум шаговы затяжки – получил лопарк. Пришлем, вытащить лопарк. В ree Tesо. Чем же physically занимались мистерами. Уменьшать лопарк. В деревьяхе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 какое-то впечатление о городе уже в первый день. Например, так было со Стокгольмом, а со Стамбулом так не вышло. Хотя ничего плохого тоже сказать не могу. Скорее всего, сказались усталость и пресечение впечатлениями. Стокгольм был первым пунктом в нашем путешествии, а Стамбул последним. В общем, я считаю, что Стамбулу нужно дать второй шанс, и я думаю, что прилечу сюда еще. Но однозначно Стамбул будет в начале путешествия. Во-вторых, минимум на 4 дня, и в-третьих, поселюсь где-то в центре. Что касается квартала, где мы сняли квартиру, то я очень обрадовалась, уйдя в такой район, потому что сразу представила, какой можно снять контент и какой будет контраст после Бодрума. В целом, мы ожидали что-то такое, потому что заранее посмотрели на Google Maps улицы рядом и примерно поняли, что к чему. Но для нас самое главное было максимально близко к аэропорту, ближе мы ничего не нашли, и комфортная квартира, и плюс всего на пару дней. А сейчас мы сонные и уставшие, с радостью топаем по аэропорту и летим домой. Я была рада поделиться с вами своим путешествием. Кто не видел, на канале есть еще три влога об этом. Если вам нравятся эти видео и вы хотите чаще видеть влоги о наших приключениях, поставьте лайк этому видео и обязательно напишите комментарий. Так я буду знать, что вам это действительно интересно. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил Дима Торзок Добавил Дима Торзок